Она очень чувствует людей, она говорит наперед то, что происходит. Бабушка спасла Кате жизнь. Вижу, что она была вообще на грани жизни и смерти, то я чувствую, что меня скоро не станет. Я сделала очень мощный обряд. У меня начинается такое тяжелое дыхание, но сейчас я просто в ахуе. Я сначала подумала, блин, что-то тут неладное. Катя стоит и понимает, что просто, ну, ее тянет. Она должна прыгнуть. И вы тоже будете в шоке. Бабушка занималась магией. Ее способности становятся все ярче и ярче. Сдувается каким-то образом колесо, теряется управление, и они переворачиваются. Разбились на этом же месте. Моя подруга просто охерела. Ну что же, мои дорогие, всем огромный привет. Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать именно тебя на моем канале. Это страшная история, и я решила немножечко сменить локацию. Прямо сейчас я снова нахожусь со своим двойником, только уже вместе с тыковкой и прекрасным десертиком в стиле Хэллоуина. Потому что сегодня у нас Хэллоуин. Всех поздравляю с этим праздником. Кто-то относится к нему скептически, кто-то нет и вовсю колдует. А я снимаю для вас этот ролик. И я решила снять для вас страшную историю, которая запомнилась мне. Я ее держу в голове на протяжении уже, наверное, трех месяцев. Хочу сделать этот ролик для вас максимально атмосферным, поэтому присаживайтесь поудобнее. Этой историей со мной поделилась моя подписчица Катя. Сейчас расскажу обо всем поподробнее, где мы встретились, при каких обстоятельствах. А пока хочу сказать вам, что я спрятала в этом ролике для вас слово. Мистическое слово, которое вы должны отправить мне в директ в инстаграме. Победители, естественно, которые собирают целое слово и отправляют мне в директ. Кстати, ссылочки на все мои социальные сети ниже в описании. Уже получили от меня видеоприветики, всякие созвоны, переписочки, раскладики, лайки, комментарии и прочее, прочее, прочее. Я очень активна и в других социальных сетях, поэтому я там вас жду. Проявляйте активность, собирайте слово, которое будет спрятано в этой страшной истории. Ну и, собственно, запасайтесь печеньками, вкусным чаем. Я надеюсь, что вам понравится та страшная история, которую я сейчас для вас расскажу. Кстати, как вам мой необычный макияж, который я сделала буквально за 20 минут, дабы придать просто атмосферу в этот видос, так как история... Но у меня слов нету. Я вот прям до сих пор держу ее в голове, и я понимаю, что если я вам ее расскажу, у меня просто как гора с плеч сойдет, потому что я ждала именно Хэллоуин, чтобы поделиться с вами этой историей. Конечно, я прекрасно знаю, что многие ждали от меня неделю страшных историй, так как я, ну, буквально 2-3 года назад выкладывала перед Хэллоуином прям неделю страшных историй. Но из-за того, что сейчас у меня впереди покупка квартиры, точнее, уже начался ремонт, кстати, можете меня поздравить, скоро я начну снимать влоги про покупку квартиры, про то, как проходит ремонт, про мой переезд, про мою жизнь поподробнее. Еще помимо этого у меня очень много съемок и дел, и сейчас, именно в данный период жизни, я физически бы не успела снять для вас целую неделю страшных историй. Но очень рада, что сейчас я расскажу вам самую интересную историю, которую вы точно никогда не забудете. Ну что, мы можем начинать. Подписываемся на мой канал, ставим на колокольчик, ставим лайк под этим видео, если же вы хотите видеть страшные истории на моем канале чаще. А я вам желаю приятного просмотра. Это страшная история. Мы можем начинать. Ну что, этой историей со мной поделилась моя подписчица Катя, как ни странно, прямо на женской встрече. Я думаю, я вам уже рассказывала, да, и не один раз про то, что я провожу женские встречи. Сейчас, на данный момент, я провожу их в Москве где-то раз в месяц, и следующая моя женская встреча будет 12 ноября. Если вы хотите на нее попасть, и если вы из Москвы, то обязательно смотрите мои сторис в инстаграме. Где-то за 10 дней-неделю я начну рассказывать о своей женской встрече, и у тебя есть возможность на нее попасть. Ссылочку на свои социальные сети я оставляю внизу. Обязательно везде подписывайтесь. Я жду на женской встрече именно тебя. На одной из женских встреч моя подписчица Катя, которая ждала от меня расклад уже под конец всей программы, а мы на женских встречах. И крутим свечи, и я там, получается, в конце делаю расклады, и у нас медитации всякие, и подарочки мы дарим, и общаемся. Я программирую со своими намерениями свечи определенные, которые мы делаем, и у нас тантрические всякие практики. Короче, очень много всяких крутых штук, которые я делаю и провожу для своей аудитории уже прям вживую. Всю встречу, когда мы общались с Катей и вообще с другими девчонками, я обратила внимание на нее в том плане, что действительно человек имеет какие-то свои способности. Она очень чувствует людей, она говорит наперед то, что происходит, и она мне призналась во время расклада, говорит, Карин, у меня действительно сейчас какой-то дар, я очень чувствую все, что происходит вокруг, у меня дар целительства, мне снятся вещи и сны. И я действительно, говорит, хочу взять у тебя расклад, а каждая девчонка приходит ко мне со своим запросом, по которому я уже, собственно, и раскладываю карты, да. И она мне говорит, Карин, мне нужно понять действительно, в каком направлении мне двигаться. Либо в Таро уходить, либо в эзотерику, либо больше в магию, либо больше в чувствовании людей, потому что она говорит, я чувствую себя во всем, я чувствую дар внутри, и мне нужно понять действительно, в чем мне себя сейчас развивать в первую очередь. Когда я начала вытаскивать карты с запросом, да, как бы на ее интуицию, на ее чувствование, на ее способности в целом, я поняла, что после какого-то переломного периода у нее в жизни, да, наступил тот этап, когда она начала ярче чувствовать, и когда у нее прям конкретно начали раскрываться способности. Я увидела, что произошла какая-то трансформация у нее в жизни, и что за ней встал конкретно весь род по линии матери, что за ней стоит сейчас и бабушка, и все умершие предки по роду матери, да, то есть огромное вот это вот поколение, и конкретно дар передался, ну вот ей именно, либо от мамы, либо от бабушки. Я смотрю на нее, вижу всю эту ситуацию, вижу кучу переживаний, вижу, что она была вообще на грани жизни и смерти. У меня начинается такое тяжелое дыхание, я прям реально, ну, начинаю переживать в этот момент. Я прям очень ярко вижу ситуации, особенно когда, ну, делаю расклады человеку, который не онлайн у меня их берет, а который прям вживую, потому что я считываю его еще сильнее. Я рассказываю все, что я увидела Кате, она смотрит на меня в шоке и говорит, Карин, я, конечно, читала твои отзывы, я в шоке, да, с отзывов была, но сейчас я просто в ахуе с того, как ты попала во все в точку, просто во все. Она говорит, ты описала полностью мою ситуацию и весь вот этот переломный этап, после которого я начала чувствовать, что у меня усиливаются способности. Она говорит, если ты хочешь, я тебе расскажу сейчас полностью историю из моей жизни, она вообще является моей страшной историей, она говорит, ты, если что, меня прям вообще с самого детства мотивировала, я давно смотрю твои видео и давно смотрела твои страшные истории, поэтому если тебе эта история понравится, она говорит, можешь рассказать своим подписчикам тоже. Я сначала подумала, блин, что-то тут неладное, может быть, она мне сейчас вообще что-то выдуманное расскажет, но, чтобы вы понимали, дорогие мои, когда я смотрела в ее глаза, когда я видела ее эмоции, и когда мне показали то же самое карты, у меня сразу же эта мысль из головы пропала. Она сидела и рассказывала мне минут, наверное, 30-40 эту историю в красках, в подробностях, точно так же, как сейчас расскажу ее я вам, и вы тоже будете в шоке. Когда я ей сделала полностью расклад, описала все ее переживания, описала весь вот этот вот сюр, шок, и что у нее сейчас началось какое-то обновление, и действительно, в каком направлении ей стоит двигаться, мы поняли, что все, как бы аренда студии закончилась, женская встреча закончилась, я задержалась с Катей, и она как раз-таки была самая последняя, она чувствовала, что хочет быть самой последней, чтобы я в конце уделила ей время на расклад. Хотя перед этим я уже всем девчонкам сделал расклад. Вышли на улицу, и она рассказывает мне как раз вот эту историю. Говорит, Карин, просто послушай меня сейчас внимательно, и мне интересно послушать твою точку зрения. И она начала рассказывать мне историю. День Хэллоуина, когда ей было лет 13, и уже вот-вот должно было исполниться 14, не стала ее бабушке. Сама по себе она росла в очень крепкой семье, при ней родители никогда не ссорились, все было в порядке. Ее очень сильно оберегала бабушка, и постоянно ей снилось. Бабушка занималась магией. Занималась она скрытно, то есть не говорила об этом направо и налево, но зато очень чувствовала людей. Всегда наперед предупреждала о чем-то или о каких-то событиях ее семью. Эта бабушка, она мама ее мамы, чтобы вы понимали, да, вот как раз по линии матери, как я и сказала в раскладе. И за два дня до Хэллоуина, перед смертью бабушки, она приезжала к ним лично сама, уже, ну вот, по ней видно было, что не было никаких сил, никакой энергии предупредила, то я чувствую, что меня скоро не станет. Я сделала очень мощный обряд. Я буду оберегать вас всегда, и я буду рядом. Пожалуйста, поверьте сейчас в мои слова, и не воспринимайте их в шутку. Ну, естественно, семья отнеслась как-то к этому скептически, потому что, ну, как это бабушке не станет, что вообще произойдет, какой обряд, хоть она и до этого, да, как-то могла просто предупреждать, но открыто, направо и налево о своих обрядах она не говорила. Катя почувствовала и поверила в это все, но родители отнеслись к этому как-то типа, блин, ну что ты опять говоришь на старости лет, ну давай не выдумывай, как бы говоришь какой-то бред, как это тебя не станет, тебе еще жить и жить тебе всего 70 лет, успокойся. Они посидели, попили чай, да, как-то провели время, она осталась на ночевку, на следующий день уехала, и буквально через день, как бы, звонит служба какая-то спасения или скорая помощь, не помню, как конкретно она мне сказала, либо звонил какой-то мужчина, ее сосед, да, который вызвал скорую помощь и взял у нее телефон, и сказал, что бабушке не стало, все. Как бабушка и предупреждала, что, к сожалению, ее нет. В этот момент Катя была в ступоре и в шоке, потому что именно в эту ночь, когда не стало бабушке, через день после ее уезда, да, как я вам сказала, ей приснился сон. Бабушка стояла у порога своего дома, в котором она жила, махала ей рукой в белом одеянии, и в этот момент она соединяет руки, и у нее появляется вот так вот в двух ладошках огромный огненный фиолетовый шар, а фиолетовый шар, это, по-моему, у нас интуиция, да, чувствование, все, что с этим связано. Катя во сне принимает этот огненный шар от бабушки, видимо, с каким-то даром, вот с этой мощной энергией, и бабушка разворачивается, призакрывает дверь, вот так вот выглядывает и просто машет ей, улыбается и машет, ничего не говорит, уже никаких слов не произносит, и захлапывает дверь. То есть сон такой непонятный, да, как бы бабушка с ней попрощалась, передала какую-то силу, помахала ей и ушла. Ну и в этот день как раз-таки Катя узнает, что бабушки не стало, а бабушка ее очень оберегала с детства, да, когда они проводили время вместе, хоть и виделись нечасто, она делала какие-то защиты, она помогала ей со сном, то есть такие мини-ритуальные работы суеверного человека, ну именно так к этому относилась семья. Но Катя всегда чувствовала ее, она чувствовала ее больше, чем ее собственная дочь, то есть ее мама. С каждым днем Катя замечала, что ее способности становятся все ярче и ярче после этого происшествия, особенно когда она не могла долго отпустить бабушку. То есть 4 дня депрессии еще окей, но потом ей начали каждый день сниться сны, в котором бабушка постоянно либо ей пытается что-то донести, и опять же без слов, либо она вот так вот выглядывает из-за двери и снова передает ей какой-то шар с энергией, либо бабушка проводит экскурсию по своему дому, либо она надевает на нее какой-то плащ свой, да, то есть какие-то странные вот такие моменты. И с каждым днем, когда Кате снилась бабушка, она все сильнее чувствовала, что то, что она вбивает себе в голову, да, ну не то чтобы вбивает, а то, что всплывает у нее в голове, так и происходит. То есть события, которые она чувствует, так и происходит. То есть появляется и раскрывается конкретный дар предвидения у Кати. И в последнем сне, который приснился Кате, бабушка резко заговорила и сказала ей, «Дорогая моя, пожалуйста, передай своим родителям, чтобы они не продавали ту квартиру, в которой я жила». А родители как раз думали, стоит ее продавать, что делать с этой квартирой, потому что они были самые близкие родственники, да, и как раз таки квартира по факту перепадает им, и они думали ее продать, потому что, ну, не хотят, чтобы были какие-то там воспоминания, да, чтобы было что-то связанное с бабушкой в этот момент, да, то есть, ну, они захотели поскорее забыть это все, да, то есть бабушке не стало, ну и все. Как бы они ее похоронили, да, попрощались, и чтобы квартира не пустовала, они думали ее продать. Как только Кате приснился такой сон, она сразу же сообщила об этом родителям, передала им эту информацию, и родители почему-то в этот момент решили реально повременить с продажей квартиры, и все. И с этих пор Кате больше не снился сон, ни один сон с бабушкой, то есть бабушка перестала являться к ней. Прошло несколько месяцев, и бабушка снова появилась во сне у Кати, поздравила ее с днем рождения и сказала, дорогая, направляй свои силы и способности в правильное русло. Катя не поняла этих слов, но зато очень запомнила данный сон, и снова бабушка перестала долгое время ей сниться. Прошло еще какое-то время, и в Хэллоуин, в следующий Хэллоуин, когда не остала бабушке, то есть прошел уже ровно год после того происшествия, бабушка снова явилась. И с тех пор каждый год в день Хэллоуина бабушка являлась Катей во снах. Каждый год, именно в день Хэллоуина, в день ее смерти, бабушка являлась к ней. Просто улыбалась, просто махала ей рукой, просто указывала ей правильный путь, и появлялись те обстоятельства, в которых как раз Катя сомневалась в этот определенный промежуток времени. То со школой, то с каким-то определенным окружением, то по своему здоровью. Все вот эти вот обстоятельства, именно в день Хэллоуина бабушка наставляла, показывала, куда тебе идти, как правильно двигаться, и как правильно себя вести в той или иной ситуации, но снова не разговаривала. В день Хэллоуина Катя вместе со своей семьей решила отправиться в аквапарк, чтобы спустя две недели отметить ее день рождения. До этого не было никакого времени на это абсолютно, да? У них финансовой возможности тоже не было, чтобы отмечать день рождения. Катя в этот момент как раз проживала свой переломный период в жизни, у нее не было особо друзей, и она ушла в духовность. Как я вам говорила, после того, как бабушка во сне еще четыре года назад передала дар вот с этой вот энергии, с силой, да, Катю потянула в духовность, то есть она начала чаще медитировать, она начала еще сильнее чувствовать людей, у нее очень сильно раскрылся дар ясновидения и яснознания в целом, да, но она не углублялась в это настолько сильно, как должна была, хоть бабушка и во снах являлась к ней и говорила об этом. И в ночь перед тем, как отправиться в аквапарк, плюс-минус в день Хэллоуина, то есть это было 30 октября, да, в ночь с 30 на 31, Кате снится сон, в котором бабушка ей говорит, уже говорит и снова является во сне. Дорогая моя, я очень сильно тебя ценю, пожалуйста, обрати внимание на следующие события, которые будут происходить у тебя в жизни. В этот момент Катя оглядывается, не понимает, откуда она слышала голос бабушки, потому что она ее не видела, она просто слышала голос. Оказывается, в квартире, в которой она жила во сне, заходит в спальню, в комнату, где обычно спала бабушка. Бабушка там лежит и спит, просто спит. Катя в этот момент подходит к ней, перешагивает, а как раз кровать находилась около окна, и какая-то сила тянет Катю к окну, вот просто встать на подоконник. Катя встает, поднимается на подоконник, смотрит вниз, а бабушка жила на 11 этаже, чтобы вы понимали, открывает форточку и чувствует во сне, что у нее начинает кружиться голова, что у нее портится состояние, самочувствие, у нее вот просто появляется какая-то резкая тошнота, а бабушка спит за ней, то есть как будто бы бабушка не видит, что Катя стоит у окна, у открытого окна и вот-вот упадет. И во сне Катя хватается за штору и решает спуститься вниз, потому что увидела там какую-то темную силу, которая просто тянула ее, тянула и звала, спускайся, прыгай, прыгай с обрыва, прыгай прямо в окно. Катя стоит и понимает, что просто, ну, ее тянет, она должна прыгнуть. Она прыгает, летит вниз и знаете, вот как во снах нам снится, что мы летим где-то минуты две, как будто бы мы летим с миллиардного какого-то этажа. На самом деле Катя летела с 11 этажа вниз, просто это длилось настолько долго и во сне, во время полета, к ней тянутся руки бабушки как раз из окна и она достает ее прямо во время падения, затягивает назад к себе домой с такой силой, что Катя падает вот так со всей силы просто на спину, ушибается и кричит «Бабушка, ты спасла мне жизнь, спасибо тебе большое!» Бабушка смотрит и улыбается, уже ничего не говоря, как перед этим она ее предупредила, обращая внимание на то, что будет у тебя в жизни происходить. Получается, во сне бабушка спасла Кате жизнь, она во время падения просто вытащила ее из окна своими светлыми руками и ушла, ушла куда-то и пропала. Катя просыпается в холодном поту как раз таки перед тем, как поехать в аквапарк и просто сидит в шоке и думает, когда уже я перестану именно перед Хэллоуином видеть подобные сны. Понимаю, просто так она могла во снах бабушку увидеть, когда она там либо что-то ей показывает, наставляет куда-то, дорогу показывает, но именно в день смерти бабушки, она же умерла в Хэллоуин, Кате снилась какая-то чертовщина, предупреждающая о каких-то опасностях. И что вы думаете? На следующий день, в день Хэллоуина, Катя и ее семья собираются как раз ехать отмечать ее день рождения в аквапарк. Едут они по дороге, едут долго, потому что нужно было поехать за город, чтобы вы понимали. Отправляются в аквапарк, едут спокойно, но почему-то у Кати вот был такой осадок внутри, она чувствовала, что действительно вот-вот что-то произойдет, вот внутри была такая тревожность, но нет, они спокойно доехали до аквапарка, отлично отметили день рождения, то есть как бы прекрасно провели время, покатались на горках, правда Катя пару раз ушиблась, но это ничего страшного, как бы явно не об этом, бабушка хотела предупредить ее во сне. И на обратном пути Катя и ее семья уставшие едут назад, уже наступает вечер, темнеет, папа немножечко подвыпил, естественно, в честь дня рождения дочери, мама тоже подбуханная, ничего страшного, они все равно сели как бы за руль, да, ну по крайней мере они подумали, что ничего страшного. Катя тоже уставшая, едет в машине, засыпает в этот момент и просто спит, как бы крепким сном после аквапарка, понимая, что они едут домой. В этот момент, уже со слов родителей потом, да, они решили поехать почему-то после аквапарка до бабушки, не до их квартиры, а до квартиры бабушки, то есть остаться у нее, переночевать в квартире бабушки, в которой они ни разу не появлялись за эти четыре года, то есть они думали, может потом продадим, придет свое время, заработаем денег и так далее, но они ни разу за все это время не приезжали в квартиру бабушки, и именно в этот момент они вспомнили, что да, они могут туда приехать, как раз в бардачке лежат ключи, и в тот момент, когда они ехали до бабушкиной квартиры, папа был, естественно, за рулем нетрезвый, как я вам уже сказала, сдувается каким-то образом колесо, теряется управление, и они переворачиваются, переворачиваются несколько раз и попадают в аварию, то есть машина просто улетела в кувет, четыре раза перевернулась, и Катя в этот момент пристегнутая спала, чтобы вы понимали, родители в шоке, не понимают, что произошло, мама кричит, папа кричит, а Катя не может проснуться, она просто вот лежит вот так вот, и все, и она ничего не чувствует, она думала, что она спит в этот момент, она даже не почувствовала, что произошла авария, то есть она не поняла, что она попала в аварию, машина четыре раза перевернулась, это пиздец просто какой-то, родители начинают ее будить, и в этот момент Катя решила резко подшутить, что якобы она до сих пор спит, она подумала, что родители ее будят, якобы мы приехали, просыпайся, доченька, дойдем до дома, нет, Катя даже не поняла, что она попала в аварию, в этот момент, когда она спала, она во сне снова увидела бабушку, которая ее перекрестила три раза, но вы просто представьте себе такую ситуацию, Катя просыпается, ни одной царапинки, на ней все целое и невредимое, машина перевернулась, у мамы там несколько ногтей поломанных, у папы ушиб на голове, но они целые, вылезают из перевернутой машины, и Катя в этот момент понимает, что у нее очень сильно ушиблена спина, просто у нее она настолько болит, что видимо она прям так ударилась, сильно, что она реально вот не чувствует спину, а как раз таки во сне, когда ее бабушка спасла от смерти, она прыгала в окно, она ударилась о спину, то есть бабушка ее затянула с этого окна, и она упала на спину, кричала бабушка, ты спасла мне жизнь, и у нее болела спина в этот момент, Катя просыпается, не понимает, что они попали в аварию, и у нее точно такие же боли в спине, как и были во сне, отец вызывает сразу аварийную спасательную службу, куда как бы забирают машину, их довозят до определенной точки, до квартиры бабушки, потому что они туда и ехали, Катя просто в шоке, она не поняла, как родители уже в этот момент, даже перед аварией, поменяли решение, решили доехать до квартиры бабушки, а не к себе домой, впервые за 4 года, Катя ехала в этот момент, ни слова не могла связать, опять как будто бы она предвидела эту всю ситуацию, от шока, и вообще от всей этой ситуации, она даже заплакать не могла, и это опять была ночь Хэллоуина, все эти 4 года, каждый Хэллоуин, ну бабушка приходила, являлась к ней во сне, и предупреждала о чем-то, о каких-то опасностях, и что вы думаете, они приезжают в эту квартиру, ночуют просто в бабушкиной комнате, да, родители остаются в зале, да, спят вдвоем, а Катя как раз ложится в ту комнату, где она и видела бабушку, она видела то окно, из которого бабушка ее вытащила, просто лежит и никак не может заснуть, она не понимает, как так, мы только что попали в аварию, что произошло, почему я видела это во сне, естественно, чтобы родителям опять в очередной раз об этом всем не рассказывать, потому что они скептически как-то, ну предвзято к этому всему относились, они еще и были подвыпившие, уставшие, Катя решила не говорить им, просто и лежала, и чувствовала в этот момент присутствие своей бабушки рядом, как бы бабушка сказала, не продавайте дом, да, но в любом случае, она была бы рада видеть их в этой квартире, поэтому родители в любом случае могли бы туда поехать, в особенности вместе с Катей, которую бабушка так сильно любила, и в этот момент Кате снова снится сон, только в этом сне уже нет бабушки, в этом сне она держит в руках тот самый шар, который бабушка ей передавала в день своей смерти во сне, и она держит этот шар, и просто берет и прислоняет его вот так к себе груди, и она чувствует, как вот эта вот вся энергия, которую бабушка ей передавала еще тогда, разливается по ее телу, она чувствует, насколько она сильная, и она чувствует, что она видит сквозь стены, ну вот такой вот сон ей приснился, она просто видит, что она, ну вот сквозь стены, просто видит все. Я в этот момент слушаю историю, которую она мне рассказывает, и я говорю, Катя, я просто в шоке, ты серьезно сейчас, ты сейчас живая передо мной стоишь, просто рассказываешь, что все истории, она говорит, Карин, это еще не все, дослушай, что было дальше. Проходит время, они просыпаются, Катя приняла этот сон, они отошли от этого всего шока, вызвали такси, доехали до своей квартиры, подубрались в бабушкиной квартире, именно в этот момент, представьте себе, после аварии, да, они решили впервые заехать к ней в квартиру, переночевать, и подубраться спустя такое долгое время. Возвращаются обратно в квартиру, через пару дней, внимание, развязка. Катя и ее родители просто смотрят телевизор и по новостям видят, как передают, что точно такая же семья, а отец, женщина и дочка, старшая дочка, да, разбились на этом же месте, насмерть разбились, просто машина четыре раза точно так же перевернулась, и все, их не стало. На точно таком же месте, где в тот момент перевернулась семья Кати, и она сама. Но вы просто представьте себе эту ситуацию, несколько дней прошло, и погибает другая семья на этом же месте, переворачивается, насмерть разбивается. Зато семья Кати и сама Катя, они остались живыми, целыми и невредимыми. С этих пор бабушка больше не является во снах Кати. Катя поняла, что ей нужно развивать свою силу, она сопоставила все сны, она поняла, что бабушка снова спасла ее от какой-то ситуации, которую Катя сама и предвидела, и бабушка не просто так ей снилась. Бабушка ей снилась только потому, что она передала ей эту силу, которую Кате должна использовать и понимать, к чему ей снятся такие сны. И мне, ребят, тоже снятся сны. Мы тогда с Катей просто пипец, как разговаривались. Я просто говорю, Кать, мне тоже снятся сны. Мне, прикиньте, ребят, недавно снится сон, как с окна выпадает моя лучшая подруга Арина. У меня даже есть сторис в Инстаграм, я выкладывала. Просто посмотрите. Моя подруга просто охерела. Это пиздец, как я устала от этих ярких снов. Я проснулась минуту назад. Мне приснилось, как у меня разбилась моя лучшая подруга выпала с окна. Это очень был яркий сон. Просто до ужаса. И что вы думаете? После того, как я увидела сон, что моей подруги не стало и она выпала из окна, вечером, а моя лучшая подруга из Челябинска, напоминаю вам, я вижу в новостном паблике, что другая девочка выпала из окна школы. Представьте, вот какие у меня сны и постоянно во снах, в которых я вижу какие-то ситуации опасные. Я понимаю, что что-то произойдет, но не понимаю, с кем конкретно. То есть я сейчас тоже только начинаю именно дар сновидения своего развивать, то есть понимать, как правильно трактовать сны. И Катя тоже. Она пришла ко мне на женскую встречу не просто так, именно в этот промежуток времени, когда мне тоже начали сниться вещи и сны. Она мне рассказала эту страшную историю, и я не раздумывая поняла, что я очень хочу снять ее для вас. Просто поделиться с вами, что Хэллоуин это праздник мистический, и что бабушка делала обряд, как оказалось на то, чтобы передать всю эту силу, чтобы защищать род, защищать Катю, да, то есть чтобы внучке передать все свои силы, весь свой дар, и оберегать в целом семейство Кати. Именно об этом обряде говорила бабушка за два дня до своей смерти. Я сделала ей расклад. Я поняла вообще действительно, куда Кате двигаться, я ей обо всем рассказала. Там у нее действительно дар целительства, у нее дар лечить, целить людей, исцелять, помогать. То есть это, знаете, вот когда человек через руки настолько сильно чувствует боли других людей, что он умеет их высасывать, он умеет исцелять и помогать. Я тоже в это направление хочу потихонечку начинать уходить, через там, может, полгодика, год, всему свое время. У меня тоже моя бабушка занимается магией. И знаете, вот неспроста говорят, что мы притягиваем себе подобных. Все люди, которые появляются в нашей жизни для какого-то урока и появляются не просто так. Именно поэтому, дорогие мои, я решила снять эту историю. Вы просто сделаете свои выводы, да? Катя сейчас работает над собой, поняла после моих раскладов, куда ей двигаться. Ее очень зарядила моя женская встреча. Я понимаю, что все сны, все, что происходит в нашей жизни, это не случайность, особенно, когда это происходит в Хайлу. Так что, дорогие мои, я поздравляю вас с этим чудесным мистическим праздником. Делайте обряды, только не черные, пожалуйста, да? Чисточки всякие, защиты. Посидите, помедитируйте, поколдуйте немножечко, поделайте медитации какие-то на ваше состояние. И обязательно приглашаю вас на свою женскую встречу, которая пройдет 12 ноября. Чтобы на нее попасть, обязательно смотрите мои сторис в Инстаграме. Это важно, потому что на мою женскую встречу в Москве 12 ноября смогут попасть только 10 девчонок. И я уже подготовила для вас подарки, невероятнейшую программу, где вы сможете понять ваши архетипы и тени, сильные и слабые качества, да? Где мы с вами точно так же скрутим свечи, где мы возьмемся за руки, где я передам вам свою энергию, свою силу, где мы все вместе обменяемся своими опытами, своими рассказами, да? Своими историями из жизни, где я каждый подарю книжку со своими страшными историями. Так что, ребят, я рада, что я нашла свое предназначение, я рада, что я рассказываю вам страшные истории, я очень надеюсь, что вам понравилась история Кати, которую я рассказала вам сегодня. Всех поздравляю с праздником Хэллоуин, подписывайтесь на мои социальные сети, не забывайте отправлять в мой Инстаграм слово, мистическое слово, которое я для вас спрятала в этом видео для того, чтобы получать крутые призы и бесплатные расклады от меня. Пишите в комментариях, что вам больше всего запомнилось из этой страшной истории, а я с вами прощаюсь, спасибо большое за просмотр этого ролика, всем пока-пока.